В Европе. Это Англия, да? Тхатские станки пошли. Я прям немножко отсюда захвачу, а потом перейдем в Комску, конкретно к малому бизнесу. Не переживайте, это не лекция по мировой истории и экономике. Значит, рождена была в Европе, потом мировой центр экономики перешел в Америку, и теперь он перемещается в Юго-Восточную Азию. Надо понимать, где находится мировой центр. Все фондовые биржи, которые там находятся, они имеют колоссальное значение в смысле обмена товарами и деньгами. Поэтому вы понимаете, что тренд идет вот сюда, уже на протяжении нескольких лет. И если вы думаете про свой ориентир, куда они ориентировались, там, Европа, Америка или Азия, то финансовые центры сюда смещаются. Это понятно. Следующий момент. Очень горжусь своим соотечественником, нашим соотечественником Николаем Кондратьевым, который в 1920-х годах еще выявил закономерность, которую сейчас называют экономическими циклами Кондратьева. И он выявил закономерность следующую. Вот здесь была зарождена промышленная эволюция в Англии, про которую я говорил, и она дала большой толчок текстильным машинам. То есть это расшвейная промышленность. Сейчас я объясню, почему это важно нам сейчас с вами знать. И где-то в 1830-м годах пошел на спад этот такой мощный толчок. И дальше следующий цикл зародился в 1830-1847 год, когда был изобретен паровой двигатель. Это послужило толчком для создания паровозов и машин, которые были. И дальше промышленность пошла уже, и выработка электричества начала зарождаться. Но электричество был ядром следующей волны. И здесь уже пошли дальнейшие преобразования в промышленности, которые прямо гигантским образом сказались на экономике тех стран, которые этим занимались. В 1943-1930 годы были двигатели глубинного сгорания и пошла промышленность. Многие приводят пример, что в начале 20-го века все переживали, всех футуриологов переживали, что скоро невозможно будет ездить по улицам города. Да, проходите, конечно. Все футуриологи говорили, что невозможно будет ездить по дорогам, потому что они будут чем-то полковским навозом заквалены. Но технологическая революция позволяет это дело все пройти быстро. И теперь у нас не улицы, где-то вас тут зарегистрировали. 60-й? Да, да, уже 63. И вот здесь 63 тоже. Видите? Ага, я там пишу. Итак, дальше микроэлектроника – это зарождение компьютерной эры. И как раз таки в 1970-80-х годах она дала толчок, и она, конечно, лежала в основе оборонки. И оборонка – это то, что дало толчок микроэлектронике компьютерам и электронным сетям, в том числе интернетам. Сейчас мы с вами живем в шестом технологическом скачке, угладе, цикле, как хотите. И надо понимать, о чем речь. Смотрите, во все эти времена те, кто, те предприниматели, те компании, которые занимались вот всем подряд, они росли вместе с рынком. Рынок рос экстенсивно, и они росли там 5-10-15% у них было роста. Соответственно, прибыли, увеличение оборотов, увеличение оборудования и так далее. Те компании, которые работали в отраслях, обозначенных здесь зеленым цветом, вот здесь посерединке, они находились в ядре экономики развития этого, и они получали рост 35-45-55%. То, о чем каждый предприниматель мечтает. Сейчас вам, вы находитесь вот здесь, в 2019 году, и по данным ученых, которые продолжали эту модель Кондратьева, сейчас завершается, завершается, можно так сказать, у нас в России чуть-чуть с опозданием, завершается зарождение нового ядра. И если вы будете вписываться в эту зеленую зону, то ваш бизнес может расти 25-35-45-55%. Что это за бизнесы? То есть, я еще раз говорю, вот те, кто здесь, например, связался с моим судьбой с электричеством, телеграфом, с какими-то другими вещами, на которых основано электричество, они росли быстрее рынка и зарабатывали больше. Те, кто в этой же самой истории, там, швейными машинами занимался, или еще кем-то, они росли с рынком вместе. Если вы хотите расти больше, вам нужно поймать эту волну. Эта волна называется НБИК, конвергенция есть, которая в 1940 году ожидается, наложение всех абсолютно бизнесов. И что такое НБИК? Это нанотехнологии, биотехнологии, IT-технологии и когнитивные технологии. Вот в основе шестого технологического уклада лежат эти отрасли. Что такое нано? Это наука. Если вы как-то связаны с наукой, хорошо, значит у вас есть шанс вырасти чуть-чуть больше, обзавестись связями, вытащить. Я и знакомый Андрея Тольча из Ментинов, вот он сегодня хотел прийти, но пришел чуть-чуть, не знаю. Вот он ищет молодых ученых и вместе с ними развивает направление бизнесовое. Коммерциализирует ученые разработки, научные разработки. Соответственно, это нано. Био – это история про медицину, про здравоохранение и все, что вокруг нее и с ней связано. Если вы, то есть там гигантские скачки в формации, в телемедицине сейчас будет, то все, что связано, если здесь есть у вас интерес, то да, надо сюда заходить. Надо было заходить в 50-м году, но лучше поздно, чем никогда, если так. ИТ, понятно, она была и вот здесь, где микроэлектроника пошла, но сейчас с учетом глобализации и интернетизации всего мира, этот тренд продолжается. Мы ушли в облака, в смысле безоблачная жизнь закончилась наша, облака я имею в виду как СААС-технология, это то, что у нас все из смартфона коннетится где-то с облаком, с интернетом. И, да, пожалуйста, и следующее, это когнитивные технологии. Когнитивные технологии, это технологии образовательного толка. Это то, что заставляет нас научаться быстрее. Новые технологии обучения, новые технологии вживления информации, не знаю, ассоциативные методы и так далее. То есть я причастен к когнитивной тематике, потому что я работаю в бизнес-образовании, и я стараюсь всячески не упустить этот парауз, выскочить на его парауз. Поэтому вот четыре направления, которые нельзя сбрасывать за счетов. Это так вам для общего ознакомления. Но надо понимать, куда курс. Что такое VUCA? Не могу не сказать. Кто знает, что такое VUCA? Поднимите руки. Это не ругательное слово, не подерживая рука. Это аббревиатура от Volatility, Uncertainty, Complexity и Ambiguity. Кто вы, если лучше меня знаете, я все время что-то там с интонацией. Это сложность, нестабильность, неопределенность и неоднозначность современного мира. И мы поймем, почему я обозначаю этот слайд здесь, потому что дальше наши стратегические решения, как предприниматели будут, зависит от этого. Несколько фактов, которые привел Андрей Шаронов, президент школы Сколково, я был у него на открытой лекции. И 90% информации в мире появились за последние два года. 90% информации, это прям колоссальная цифра. Стоимость пронения одного гигабайта с 80-го года снизилась в 1 миллиард раз. Стоимость скачки. А это уже напрямую касается нас как предпринимателей. 75% населения планеты имеют доступ к мобильной связи, но не все из них имеют доступ к чистой воде. Надо понимать, что технологии IT развиваются быстрее, чем даже технологии жизнеобеспечения. За последние 20 лет исчезло более 50 профессий и столько же появилось на ухо. Вот что значит мир в ухо? Это значит, что мы живем в атмосфере неопределенности, непонятностей и сложностей. Дальше. Почему у российской экономики рост медленный? Вопрос, который часто говорят, если так все рулит в мире, почему мы идем медленно? А вот, пожалуйста, вам ответ, который нам дает Федеральная служба государственной статистики из Росстаток. То есть данные понятны отходы. Вот это 1991 год, развал Советского Союза. Начало либеральных реформов. Дальше идет разруха производства и индекс промышленного производства. Сейчас мы с вами находимся, ну вы видите, вот здесь вот. Вот представьте себе, мы падали, падали до 1998-1999, 2000-го мы начали расти. И с этого момента, ну тут небольшой кризис был, с этого момента надо понимать, что данные тоже из Росстата в 2008 году в месяц открывали 74 завода. В месяц в России 74 завода. Это прям гигантская цифра. И потом 21 завод в 2009 году, едва занятное влияние на экономику, этот устойчивый тренд начал указывать только в 2010-х годах, потому что слишком много было разрушено в 90-х. Вот это важно понимать. А 74 завода, причем по данным Сергея Ивановича Макшанова, эти заводы, как мы говорим, гринфилд. Это значит на зеленом поле были выращены. Это не обновление производства, не апгрейд или какая-то модернизация линий, а это реально новое производство. Поэтому, ну тут соответственно вопрос, если такими темпами растем, почему нет, а вот вам ответ, почему нет. Вот как бы скоро вы должны быть, но мировая экономика замедляется, и российская вместе с ней тоже, поэтому здесь такого прям скачка не будет. А будет очень взвешенное, едва поднимающееся мнение. Следующие вводные данные, это прогнозы от Германа Грефа, президента, председателя Сбербанка. Это вот по Сбертеху мне пришла информация. Просто озвучил. Он любит пугать людей роботизацией, автоматизацией и прочим. Через два года присутствия интернета в жизни, каждого увеличится в три раза. Сейчас, я недавно с детьми разговаривал, с своими подростками, я говорю, сколько вы находитесь в интернете? Как вы думаете, сколько они в интернете идут? Если не отбирают телефон, 24 на 7. Ну давайте будем объективными. Вот вы сколько сами в интернете, как вы знаете? 24 на 7. Да нет, ну вот сейчас вы не выставите. Коллеги, вот прям я без метафор, сколько вы реально смотрите в экран? 6 часов? Нет, 11. 5-6 часов, это ответ статистический, вот правильный. То, что я читал на очередной статье. Ну если вы 11, имейте в виду, вы выше статистического уровня. 6 часов по современной подростке смотрят в экран в течение суток. Это прям вот эти мелкие пугочки. Кто-то мне отправил по Инстаграму, я не смог прочитать. Я с Инстаграмом не очень еще дружу. Вот ВКонтакте, Фейсбук у меня прям нормально понимаю. А с Инстаграмом я прям, я должен подружиться. Так что пишите мне, пишите. Ну у меня просто уведомление. Для меня он неудобный. Там же я могу написать в Фейсбуке фамилию, имя, мне будет не заучить. А там же все под никами. Там тоже можно писать дальше. Ну я не могу найти так просто. То есть там поискоризм такой хороший. Потому что у большинства ники, никнеймы. И там нет прямых ссылок на ресурсы. Я, например, хочу скинуть вам ссылку на регистрацию. А в директе будет работать, да? В директе будет. Видите? Ну они хитро сделали, специально. Для меня это... Не то, что это сложность. Мне не сложно, мне просто... Я не привык. Принять. А? Не привык. Не привык. Слушай, я неприемлема. Ну то есть, я должен выходными маневрами куда-то там идти, а я привык сразу. Раз и... То есть... Надо тренировать свой мозг. Я понимаю. Да. Спасибо. Ряд профессий отомрет. Люди заменят программы и нейронные сети. Мы порядка поговорим, это один из трендов. Доминировать на рынке будут технологические платформы. Сбербанк уже становится технологической платформой. Яндекс. Еще какие технологические платформы вы знаете? Ну... Google. Google. Facebook. Да, Facebook. Mail. Mail. G因为 Group. Да, совершенно верно. Вчера они выступали. Кто был вчера? Слушались. На Mail Group поступали. У них от служб такси до служб в облачных сервисах все задействовано так же, как у Яндекс. Они говорят, что... Как это... На говно. Ну, зря в мозг. Ну, зря в мозг. Да, зря в мозг. Людей заменят цифровые копии. И вот это интересный момент, что людям будет интересно больше, как ты выглядишь на экране, чем в реале. И сейчас мы больше интересуемся тем, как выглядим на экране, чем в реале. Я прошу прощения, болею той же самой болезнью. Я в Фейсбуке, ВКонтакте, Минсердаграме легко узнаю человека, а вживую мне не всегда удается сразу... Извините, если вдруг что-то у кого-то, это просто современная история. И это будет продолжаться и увеличиваться. Как это нам нужно для предпринимателей? Какой сигнал дает? Что мы должны быть там, онлайне, совершенно точно, мы должны заниматься этим. И мы должны туда ресурсить свои вклады. В соцсети заменили живое общение. Приведу, например, анализ лайков Михаила Косинского. Это поляк, ученый, который переехал в Штаты и там разработал эту теорию. Он говорит и утверждает, и это на исследованиях было проведено. То есть он может по 12 лайкам узнать о вас, ваш профиль такой общий. 12 лайков, которые вы поставили в соцсетях. Это доказано, это его цифры. Если кому интересно будет, Михаил Косинский исследование наберете в Янкосе. Если 200 лайков, то о вас человек будет знать столько, сколько знают ваши близкие друзья. 300 лайков он говорит, я буду знать о человеке, то, что знает о нем семья. Самые близкие люди. И цифровой след, про который нам все время говорят, он реально наступает на нас. Есть некая ловушка и капкан у нас в Памичей. С теми людьми и с предпринимателями, с которыми я работаю. Мы очень ненервные. И мы как бы думаем, да, Герман Грех нам говорит какие-то вещи. Но пока они до нас дойдут. А фишка заключается в том, что они уже зашли, они уже здесь. И развитие предпринимателей очень неоднородным становится. Понимаете, что некоторые гигантскими шагами идут вперед, а некоторые по старинке работают. Вот сейчас еще пока, это возможно, но 5-10 лет. И потом те, кто не внедряет в себе диджитализацию в бизнес, они просто уйдут с рынка, потому что их скупят те технологические монстры, которые... А монстрами становятся сейчас современные предприниматели. И я работаю сейчас на программе «Скиллап» бизнес-тренером. И это... Слышали про «Скиллап» кто-нибудь? Предприниматели, значит, я объясню в двух словах. У нас есть 15 предпринимателей с оборотом полутора миллионов, которых мы развиваем, на 25% увеличиваем, это минимум, наша гарантия. Мы им, во-первых, даем образовательную часть, я там работаю в том числе. Мы им даем дедворкинг, у них вчера был мозговой штурм, они там друг с другом идеями кидались. Мы им даем бизнес-завтраки, где они могут общаться и получать информацию от других аспектов. Еще у каждого из них есть наставник. Наставники это Виктор Шакуленко, Алексей Платонов, Павел Кручинский. Ну, то есть те миллионеры наши омские, которые реально работают и сделали свои состояния. Вот эта комплексная программа, на протяжении 9 месяцев мы их вперед толкаем. И среди них я встречаю и разговариваю с людьми, но тоже есть разные. Есть люди, которые по столинке, но они туда пришли, они теперь что-то делают уже. А есть люди, которые передовики, которые цифровые, до последней капли, до последней ниточки. И ты с ним разговариваешь и понимаешь, что у него там в мозгу вот эта матрица, знаете. И он живой, нормальный человек, то есть там нет ничего программного такого. Он просто и говорит, у меня на телефон отвечают в Турске, на лейдинге мне пишет человек из Питера, а с Трангетингу Регламова из Самары. Вот это нормальный и реальный мир. Для многих это кажется, ну, как бы, будущее. Нет, оно сейчас есть, и это эффективно, и продуктивно. Поэтому, идем дальше. Мы будем управлять техникой силы и мысли, это текущие разработки Google. Скоро мы будем есть искусственные продукты, и вряд ли сможем отличить их по вкусу от натурального. Но здесь, я думаю, уже и всегда. Сфера, в которой нельзя было бы использовать искусственный интеллект, еще не определена. Такая фраза, вызов такая. Я лелею себя надеждой, что может быть искусство, или музыка, живопись. Но нет, уже роботы рисуют. Итак. И так, и дальше. Давайте сейчас я возьму паузу небольшую. Быстренько найду вам видео, показать одно. Спасибо.